Привет, друзья! Вы на моем канале 30+. Я Алена, медицинский психолог, нутрациолог. Сегодня с вами говорим, как снизить тревожность безопасными для себя способами. Конечно, многие испытывают такую историю, как страх, гнев, оцепенение и тревога бывает достаточно сильной и с ней очень тяжело справиться. Если тревога хороша, почему у нас так много людей с тревожными расстройствами? Почему много людей с поломанной психикой? Вот мне прям пишут эти вопросы, как же снизить, как же снизить? Как же отличить здоровую тревогу от нездоровой, от настоящей опасности, от ненастоящей? У меня куча роликов про питание, саплименты, нутриенты, сахар и так далее, то, что физически влияет на ваше состояние. Также я всегда-всегда снимаю ролики на тему психологии и натуропатии, потому что изучив работу тревожного расстройства на, еще не на, а в свои так 24-25 во втором университете, когда училась на медицинского психолога, я могу сказать, что здесь все имеет место быть. Прежде чем рассказывать о всем этом, я могу сказать, что важно научиться работать с симптомами. И симптомы бывают достаточно сильные. И здесь первое правило – это учеба, медитация. Медитация супер важна. Второе – это научиться работать с вегетососудистой дистонией, аффирмациями. Третье – это работать с пищевым дневником, потому что то, что усиливает невроз, то приводит к истощению. И другой момент, чем отличается обычный страх от невротического, я тоже рассказывала. Соответственно, если хотите снизить тревожность, первое – перестаньте употреблять большое количество быстрых углеводов. Это большие вспышки инсулина, инсулинорезистентность и проблемы с тревогой, с обезвоживанием. Другой момент – тревожность возникает при нездоровом кишечнике, при интоксикации, проблемах с печенью и желчьи оттоком. Многие этого не знают и тоже испытывают неприятную историю. Плюс у некоторых есть спазм, спазм сосудов головного мозга, и он тоже начинается с позвоночника. Как относиться к этому всему? Неужели все сразу можно вылечить, изменить, понять, принять? Первое, что нужно делать при неврозе – это понять, что это состояние. И оно, возможно, зависит от физики. Поэтому прямо сейчас физику можно изменить только-только на уровне движения, на уровне расслабления и даже иногда сна. Соответственно, все эти вещи, они будут влиять на то, как вы будете действовать. Ошибка восприятия, которая не дает выздороветь от невроза – это то, что вы должны срочно это исправить. И полный ЗОЖ, прям полный ЗОЖ – это то, что элементарно вам нужно. Да, это правда. Хотела сказать, это не правда. Ребята, это правда. В организме, в котором действительно куча химии, куча нездоровой еды, все плохо. Поэтому именно антидепрессанты не помогают. Помогают все эти ролики, которые я снимала по поводу питания и максимального ЗОЖ. Все, ЗОЖ, не будет, как я говорю. Но легкие расслабительные практики, все это имеет место быть. Даже элементарно статус электролитов – магния, натрия, кальция, хлора – влияет на паническую атаку. То есть люди, которые этого не знают, они будут бесконечно ходить к психиатрам, которые будут бесконечно деньги брать. Ну, такова жизнь. И другой момент – самому нельзя ухудшать свое состояние. Состояние таблетки при неврозе только еще ухудшают тревогу. И могу сказать, что есть полиморфизмы в генах, дефицитарные состояния. Это тоже может привести к неврозу. Поэтому смотрите все мои ролики, как из чего выходить, и да будет вам счастье. Пока-пока.